Здравствуйте! В настоящее время на территории городского округа Электрогорск в рамках муниципального земельного контроля в соответствии с действующим законодательством проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений земельного законодательства. Для этого и в том числе проводятся мероприятия по обследованию земельных участков без взаимодействия с правообладателями земельных участков. То есть муниципальные земельные инспектора, не заходя на земельный участок, осуществляют визуальный осмотр и фотофиксацию земельного участка. В ходе визуального осмотра инспекторами устанавливается, используется ли земельный участок, используется ли он в соответствии с видом разрешенного использования. В настоящее время проведены порядка 250 обследований земельных участков, по итогам которых выявлено 12 правонарушений. В отношении физических лиц будут проведены внеплановые проверки. В отношении юридических лиц даны предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства. Необходимо принимать во внимание, что за нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность. Так, в соответствии с частью 1 статьи 8.8 КОАП предусмотрена ответственность за использование земельного участка не по целевому назначению, не в соответствии с видом его разрешенного использования. И она влечет административный штраф на юридических лиц от 100 тысяч рублей, а на физических лиц не менее 10 тысяч рублей. Также частью 3 статьи 8.8 предусмотрена ответственность за неиспользование земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства или иного строительства, садоводства и огородничества. Она влечет за собой также штраф в размере от 20 тысяч рублей на физических лиц и до 400 тысяч рублей на юридических лиц. Кроме того, установлена административная ответственность за самовольное занятие части земельного участка или всего земельного участка, то есть когда лицо пользуется земельным участком, на которое у него нету прав в соответствии с действующим законодательством. Это статья 7.1 и она влечет наложение штрафа административного на физических лиц не менее 5 тысяч рублей, на юридических лиц не менее 100 тысяч рублей. Что бы хотелось добавить правообладателям? На земельном участке должны установлены границы, сведения в них должны внесены быть в единый государственный реестр недвижимости. Для чего это должно быть? Это защищает ваши интересы от посягательств извне. То есть, если у вас есть в собственности или в аренде земельный участок, то у вас как минимум два соседа. И если возникает какой-то спор по границам, вы всегда можете обратиться к кадастровому инженеру, который выдаст вам акт о ваших границах, и вы смело можете обращаться с этим актом в суд. Если же у вас не установлены границы земельного участка, вы уже документально это не сможете нигде подтвердить. Также земельные участки должны использоваться в соответствии с видом разрешенного использования. Это установлено приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года номер 540. Он называется об утверждении классификаторов и видов разрешенного использования земельного участка. Что это значит? То есть, если у вас есть земельный участок и он предназначен для индивидуального жилищного строительства, значит там должен стоять индивидуальный жилой дом. Если у вас земельный участок под производственную базу, значит там должна быть производственная база, а не магазин. Также на все земельные участки и объекты капитального строительства должны быть зарегистрированы права в соответствии с действующим законодательством. Вы не вправе расширять границы своего земельного участка путем самовольного вынесения ограждения за его фактические границы. Также нельзя размещать строение или сооружение, или осуществлять складирование любого имущества за границей, предоставленными вам участком. Всего доброго!